Ситуация вышла из-под контроля. Как выяснилось позже, этого контроля нигде и не было. Ни на комбинате школьного питания, ни в самих школах. Ей как результат... По 19 школам, где заболело 48 учащихся, установлен диагноз и ведется работа по дезинтерии зоны. В городскую инфекционную больницу города Ланаде госпитализировано 13 человек. 35 получают лечение амбулаторное. Состояние всех больных удовлетворительное. Эти цифры замерли и слава богу, подумают родители. Но вот кто ответит за халатность? Представители Роспотребнадзора констатируют комиссии предварительные результаты проверки. В ходе ПИД расследования было установлено, что все заболевшие школьники употребляли кулинарную продукцию, приготовленную городским комбинатом школьного питания. И при проверке этого комбината были выявлены нарушения. Директор комбината, который готовит для 90% школьников всего города, внятно пояснить причины нарушения элементарных санитарных норм не может. Ее выступление больше похоже на оправдание. Обследуем 100% персонал комбината школьного питания, сданную кровь и ждем результатов. Заменено оборудование, элементарь, в сад с полом и проведу в его помещении кулинарного цеха. Как можно не проводить ежедневную оценку качества блюд, которые вы поставляете в школу? Баркераж велся, просто он журнально не заполнялся, согласно санитарных правилам. Вы знаете, это так. Нет слов у председателя комиссии, но в эпидемии дизентерии виноваты и школы. При проверке везде обнаружены грубейшие нарушения санитарных норм, начиная от уборных, где элементарно нет туалетной бумаги, полотенец и даже мыло. Директора школ, как двоечники, оправдываются перед комиссией, признавая свои ошибки. Не хватало холодильного оборудования. С этим же было связано, что на момент проверки не забирали суточные нормы. Не соблюдался режим нитья посуды, недостаточное количество стеллажей для сушки посуды. Расследование проводится. Его окончательные результаты объявят после всех необходимых мероприятий. Работа комбината школьного питания и пищеблока в школе, где найдены нарушения, временно приостановлена до исправления всех предписаний Роспотребнадзора. И все же на комиссии прозвучал риторический вопрос. А что, если бы эпидемии не случилось, грубые нарушения в школах и на комбинате так и остались незамеченными? Анастасия Лисова, Михаил Циренов, Новости дня.